У нас потому что в 19 веке было давление 2 атмосферы, 1400 миллиметров ртутного столба. Сейчас у нас считается 770, 740 даже стали считать, в мое время 770 еще считалось, потому что уничтожаются леса беспощадно. Леса же создают парциальное давление, а это создает вот как раз эту атмосферу. Вот 2 атмосферы это нормальный давление, то есть теплопроводность воздуха высокая, раз высокая теплопроводность, значит тепло на севере, раз там тепло, там нет льдов. Вот, и эта вода, она была вся в растениях, которые сейчас сосредоточены в этих шапках ледовых. Вот представляете, сколько у нас, какая масса растений уничтожена на Земле. Ведь возьмите ту же самую Луну, там в действительности вот НАСА там выкладывало периодически, значит, фотографии, что там и растительность тоже вроде как бы обнаружена. Но она такая невзрачная, какие-то травы там, да, если вы видели, вот. Но это можно понять, почему на Луне нет атмосферы, потому что нет растений, нет этого парциального давления, нет обмена. Потому что ведь само притяжение планеты, да, оно не удержит вот эту газовую составляющую. Оно, это же там же безвоздушное пространство, нулевое давление, оно все разлетится. А вот когда есть какой-то процесс, неважно, биологический, геологический, геохимический, любой процесс, который этот воздух заставляет циркулировать, тогда есть атмосфера. Тогда она притягивается, если нет массы живой там или какой-то там физической, геохимической, тогда, значит, и нет атмосферы. И на Марсе то же самое, когда их, этот Марс, значит, ну все время серым нам показывают, да, специалисты взяли флаг, значит, американский. Ну и сделали правильные фильтры, как оно должно быть. Ну так он же зелененький, голубое, голубое, он как Земля, он вполне нормальный. То есть там, ну все, как бы цветное, нормальное изображение. Та же самая Земля, она только чуть-чуть потемнее. Мы контролируемся, нам не дают вырваться в космос. Контроль это касается вообще всех планет, все, что мы знаем про планеты, ну ту же самую Венеру возьмите, да. Она в действительности там, ну как сейчас говорят, 460 градусов, значит, 90 атмосфер. Жизни нет. Тем не менее, значит, советская станция Венера снимает там этого скорпиона полуметрового. Вот, когда Венера все-таки очищается от облаков, так, мы вдруг на ней видим синие моря, океаны. Значит, коричневые горы, зеленые континенты, там все как на Земле. А тем более, Жорж Адамский писал про Венерианскую общину, которая находится у нас на Земле. Те они откуда-то здесь взялись. Именно Венерианская община, Эйзенхауру, в свое время обеспечивала контакт с инопланетянами. То есть, эти общины, они живут своей жизнью. Человечество, оно, Пустина, оно не должно знать об этом. То же самое про Марс. Там и скелеты находят, и строения, и искорежные конструкции. То же самое на Луне. Ну, сейчас вот упорно доказывают, что на Луну, значит, не летали американцы. Да, какие-то рейсы они не летали, я в этом не сомневаюсь. Но первый рейс он все равно был. И когда они там посмотрели, что там происходит, что там. Ну, там цивилизация, брошенная цивилизация. То есть, там целый город. Потом ведь эти же снимки все появлялись опять же в НАСА. У НАСА на этом. Целый фильм был посвящен этому. Они это все выставляют без комментариев. Как хотите так комментировать. И мы видим, что... И ведь смотрите, значит, на Марсе были открыты каналы. Сейчас же каналов нет. И потом в 50-е годы, и японский там астрономавт, сейчас не помню его, увидел, что на Марсе происходят глупые взрывы. Такие же, по-своему, так сказать, по своим функциям, как вот ядерные взрывы, когда их фотографируют, с высоты они тоже глупые. Хотя они там с пылью и красным и все прочее. То есть, там была ядерная война, получается. И потом ведь там обнаружены на Марсе, но это тоже не афишируется, значит, железнодорожные станции, железнодорожные пути. У нас в 19 веке только железнодорожные пути стали возникать. То есть, получается, что Марс и Земля, они развивались одинаково. И вот эти вот каналы исчезли совсем не так давно с Марса. То есть, это говорит о том, что все эти вот планеты, Земля, Марс, Венера, Меркурий, значит, Ганимет, Калиоста, это спутники Юпитера, которые как Луна, в принципе, они все были обитаемые. Мы говорим, за 3,9 земель, это 27, 3,9, 27. Это практически такое количество у нас сейчас вот этих лунных планет, которые можно назвать земной группой. И именно на них когда-то человеческая цивилизация и существовала. Ведь те же самые, допустим, негры, которые сейчас вот здесь там, те же самые вот тибетцы, у них же смуглая кожа, да. Нам же говорят, что вот они загорают там. А меланин ведь он вырабатывается, это меланин, а не загоревший. Он вырабатывается как раз для того, чтобы поглощать солнечные очи. То есть, они прибыли откуда-то. Тем более, у них у всех легкая кость. У землян, то ведь она, ну, земная. А легкая кость, она может сформироваться только лишь на легких планетах. С небольшим притяжением. Поэтому еще недавно были вот эти вот путешествия, о которых нам сейчас не говорят. И именно после гибели вот этой вот цивилизации, вот, высокоразвитой, все это благополучно было забыто. И мы сейчас уже не помним, что наши предки. Ведь у того же самого Ивана Грозного повелитель семьи планет и Вселенной. Почему это такой титул? Ну, потому что в действительности планеты были обитаемы. Еще во времена Ивана Грозного. Достояние планеты. Нам есть чем гордиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...